У нас задача какая? В шастрах есть такой стих, я, к сожалению, его так не нашёл, потому что слышал его со слов опытного мридангиста, что киртан должен быть ритмичным. Если киртан ритмичный, это понравится всем, в том числе Горний Тай. Если киртан не ритмичный, то это Расабхаса. И вот ритмичность киртана зависит от того, насколько музыканты действуют в сотрудничестве с ведущим. И сейчас мы как раз к этому и перейдём. Итак, давайте начнём с мриданги, как со второго инструмента, как с первого инструмента в киртане. Потом перейдём к караталам, потом к джаджам. Хотя джаджи самый главный инструмент, но мы в конце. Итак, кто из вас умеет играть на мриданге? Не играть, точнее, стучать. Стучать нормально. Стучать. Некоторые умеют. И, скорее всего, вас научили стучать вот этот ритм, который называется, я его называю бурум-бурум. Вот этот. Как он называется? Я его называю бурум-бурум. Значит, запомните, что вот этот ритм, я сегодня утром смотрел, его, кстати, неправильно играли оба мридангиста. Они пропускали один удар. Из-за этого этот ритм становился тяжёлым и сбрасывающим с волны постоянно ведущего. Это очень тяжело под такой ритм петь, вести киртан. Поэтому этот ритм должен быть исключён до тех пор, пока вы не научитесь его играть, как Радхарман Приедас, мой старший сын. Или хотя бы, как Раджарам, да, мой средний сын. Вот пока, если вы слышали, как они играют, особенно как Раджарам играет. Он сейчас вернулся из турне с Адирасой пробук, который его взял как мридангиста. Значит, если вы слышали, вы поймёте, о чём речь. То есть это совершенно ровная барабанная дробь, которая не убыстряется, не умедляется, а полностью как фундамент под киртаном лежит. И с такой игрой ведущему очень комфортно жить, так сказать, в киртане. А ведущий в киртане живёт. Если вы ещё не научились очень хорошо играть этот ритм, не играйте его на киртанах. Потому что, так как он многоударный, и эта ударная техника идёт в высоком темпе, то ответственность повышается, как я уже говорил. И репетиции должны быть очень многочасовыми. То есть большими. То есть нужно тренировать этот киртан, этот ритм часами. То есть просто сидеть и вот играть. Вот я играю его правильно. Как играть неправильно, я не знаю. Мне нужно позвать тех, кто играет его неправильно. Пойдём. Сейчас я вас всех, это самое, это обнаружу. Сегодня утром. Ну-ка сыграй. Только быстро, сыграй быстро. Заметьте, здесь не хватает одного удара. Вот. Вот этот один удар, который самый главный, но самый тихий, он теряется, если человек не квалифицирован, не очень тренирован в этом киртане. Потому что у него просто физических сил не хватает проиграть этот удар, и техники рук не хватает. Чтобы вот этот ритм зазвучал как надо, нужно очень много часов его тренировать. То есть я не знаю, как неправильно играть, потому что у меня всегда правильно играется. Он может играться двумя вариантами. Для того, чтобы совсем по-простому, вот так вот. Или вот так вот. Всё. Больше играть его никак не надо. Потому что всё остальное, это уже усложнение, которое нужно ещё в два раза больше репетировать. В одиночку, а также с ведущим сыгрываться. Запомнили, да? То есть пока не научились хорошо играть, не начинайте его играть на киртане. Иначе эти киртаны, они становятся подобны танцующей беременной корове. Знаете, она бы и рада подпрыгнуть, но у неё не получается, потому что живот не стянет. Вот это тут просто один маленький ударчик, которого не достаёт в этом киртане. И он делает киртан вот таким, знаете, взбрыкиванием с точки зрения ритмической. И это очень некомфортно всем. Но никто не может понять, почему некомфортно. А некомфортно вот по этой причине. Потому что он неправильно играется на высокой скорости. Вообще техника игры на мриданге, она такая, что в ней, как в айкидо, если кто-то из вас занимался айкидо, там главное это распрямить руку. Так? Правильно? То есть это не должна быть, как у хоккеиста. Руки не должны быть, как у хоккеиста, свёрнуты. Итак, вот про этот ритм забыли. Для того, чтобы быть суперпрофессионалом в игреном риданге, нужно выучить два ритма. Основных и два вспомогательных. Итого четыре. Первый ритм вы уже знаете. Это вот этот, маршевый. Его все знают, да? Ну как, в основном, те, кто учились, они знают. У нас он назывался декететатакетхена. Как называется у вас, не знаю, потому что его в Новоращи уже придумали по-другому название. Вот. Ну и ладно, это совершенно не важно. Я его называю просто ритм маршевый, начальный. Следующий ритм называется у меня «Маленькие дети». Потому что я взял его из мультика про Бармалея, про доктора Айболита. Звучит он так. «Маленькие дети, ни за что на свете не хотите, дети, в Африку гулять». И здесь то же самое. Он состоит из шести ударов одинаковых, правой и левой рукой. Из которых первые, третьи кромки, второй, четвертый, пятый, шестой очень тихие. Такие тихие, что их почти не слышно здесь. А здесь нормально. Вот если вы эти два ритма выучите, и выучить их можно за два дня. Вот у нас Маджи Полина выучила за два дня, да? Ну ладно, за три. Если вы их выучите, то в принципе этих двух ритмов вам хватит для того, чтобы играть на сцене даже большого симфонического оркестра. Если неожиданно у Адирасы Прабу или кого-то другого исчезнут все маридангисты. Вот если вы знаете вот эти два ритма, то в принципе вы сможете сыграть. Даже если вы не знаете Бурум-Бурум. Следующий у нас, третий, он не является ритмом. Это называется тихай. И вот тут совсем беда. Потому что тихай это очень сложный, во-первых, он сложный ритмический ритм. Называется тавтология, да? Ритмический, сложный ритмический ритм. Он сложный, потому что он играется сквозь, я не знаю, как это сказать, с точки зрения музыки. Но если, например, у нас в одном такте четыре четверти, то он играется между этими четырьмя четвертями. И его нужно проесть. То есть пробить, продолбить. Его просто так не сыграть. То есть на трезвую голову. Поэтому играем его очень просто. Смотрите. Вообще тихай играется вот так вот. Самый простой тихай. Знаете, да? И вот когда я его начинаю, следующий вид тихай это такой. Совсем плохой тихай. А есть еще такой тихай. Я его медленно сейчас играю. Совсем беда будет. Вы весь киртон развалите. Поэтому не нужно играть даже первый тихай. Терикета джай, терикета джай, терикета джай. Его не нужно играть. Нужно играть тихай, состоящий из двух ударов. Вот. Сейчас показываю, как. Все. Вот это самое простое. То есть всего-то вам нужно выучить. Маршевый ритм на мриданге. Маленькие дети. И вот такой очень простой тихай. Если вы это выучите, это уже три дня. За три дня можно выучить. И отрепетируете. То вам очень легко будет это играть. Даже с Малатхарой Парбу. Вот. Который очень-очень привередлив к тому, чтобы с ним хорошо играли. Да, ведь Малатхар? Он вышел. Ему невыносимо было слушать мои спекуляции насчет музыки. Наверное. Вот. К этому также надо добавить, желательно, еще два ритма. Из которых один называется зажигательный на третьей скорости. Он играется вместе вот с этим. В перемешку. И он играется в тот момент, когда Киртан подвис на третьей скорости. Вообще, Мриданга, если ее сравнивать с автомобилем, то это коробка передач. Понятно, да? Все водители, все знают, что такое коробка передач. Короталы. Нет, короталы. Дайте мне короталы. Одни какие-нибудь. Короталы — это головка двигателя. То есть это поршни. Поршневая система. Это метроном. Они обычно играют почти одинаково. Есть, конечно, скорости вращения двигателя. Но в целом они должны играть ровно. А вот скорости на Мриданге, они зависят от того, как Мридангист их переключает. То есть коробка передач. Вот она. И самый лучший Киртан — это Киртан, когда вы едете, так же, как самая лучшая езда, когда вы по трассе едете. Вот вы выехали, вторую, третью, четвертую, пятую, и едете себе 110 километров на пятой скорости, пока знак не увидите, избавляющий скорость. И вот вы едете. Сначала вы нагнали, правильно? Газ. Значит, нажали. Довели до 110, например, хотя, по-моему, 90 у нас только разрешено. Ну хорошо, 90. И вот затем наступает эффект зависания. То есть вы довели до 90 километров и едете на этой скорости определенное время. И вы как бы парите, да, ведь, водители? Потом начинается немножко опять съезжать назад. Вы опять газ поддали. Опять выехали и опять парите. То же самое на Киртане. Вот этот ритм – это как вы набираете скорость. Набрали и какое-то время едете на этой скорости. Несколько минут. А затем переключаетесь вот на такой ритм. Он очень простой, хотя звучит сложно, кажется. Но он очень простой и он такой, как… То есть вы парите. То есть смотрите. Горе кресно, горе кресно, кресно кресно, горе, горе. Горе рам, горе рам. Рам, рам, горе, горе. Он ненавязчивый. Его можно играть долгое время и парить. Затем опять разгон. И вот так чередуете. И так можно часами играть на третьей скорости, и вы не будете уставать. Если вы будете играть вот этот ритм, то вы, во-первых, быстро устанете, потому что он требует сильных усилий. Во-вторых, у вас будет теряться вот этот ударчик. И из-за этого киртан будет, как танцующий коровы. Очень некомфортный для всех. И его, конечно, можно долго играть, но вот этого все устают. Устают. Потому что он загоняется, такой киртан, из-за того, что ритмика не очень профессиональная. Поэтому достаточно вот этой сбалансированности. Вот эти три ритма. И на закуску очень хороший ритм, который похож на ритм вот этот вот. Бурум-бурум. Но гораздо проще и гораздо динамичнее, комфортнее и ровнее. Это ритм вот такой. Вот так вот. Вот этот ритм, для него совершенно не нужно никаких усилий. Он из всех самый малоэнергозатратный. Его можно играть бесконечно долгое время, главное его научиться играть. Он немножко сложноват, так же, как и тэхай. Но если вы научитесь его играть правильно, расставляя приоритеты такие, что здесь можно хоть сколько ударов, а здесь удары должны быть очень сбалансированные, из которых один только сильный. Видите, я могу здесь играть так, а здесь играть просто один удар. И он очень хорошо звучит. Он лучше звучит, чем этот. И он не такой, как сказать, загоняющий. Вот и всё, что нужно знать о Мриданге. Если вы вот это научитесь делать, я сейчас пишу книжку, небольшую, страница 500. Она будет называться «Движение Санкиртана». Должна уже, наверное, скоро выйти, но если мы её напишем. Вот там будет это всё, все эти размеры. Там будет также и вот этот ритм бурум-бурум со всеми его обоснованиями и предостережениями. Там будет игра на караталах, на джаджах, значит, мелодии, значит, как правильно вести Харинаму, как правильно вести Киртан. Ну как правильно, есть же разные, как, по-моему, правильно вести Киртан на основании моего опыта. Как общаться с властями, философия разная. То есть вот это всё. Как готовить просад, как поддерживать здоровье, ну и так далее. Там вот большая, толстая такая книга, там будут музыкальные ноты, прямо западные, современные. Не вот эти чёрточки, которые мало кому понятны, но очень популярны, потому что это же ведическая культура. Понимаете? И у нас пытаются... Честно, у меня мама профессиональная, и я никого не критикую сейчас, я просто, как это, глаз вопиющего в пустыне, скажем так. То есть у меня мама профессиональный преподаватель музыки по аккордеону. 40 лет стаж. Сотни детей она выучила. Она взяла вот эту книжку. То ли игра на Мриданге, то ли игра на физгармонии. Я, говорит, 4 дня в неё въезжала. Наконец-то поняла. Это, говорит, преподаватель с консервнаторским высшим образованием, даже с двумя высшими образованиями, и с огромным опытом преподавания. 4 дня въезжал человек в книжку. А сколько дней будет въезжать обычный человек, если преподаватель высшей категории въезжает 4 дня? Ну, наверное, дней 40, я думаю. И то посмотрит, откроет и закроет. Поэтому мы хотим сделать нотную грамоту и партитуры на каждый инструмент и прямо расписать. Чтобы, даже если вы не знаете, что и как, вы могли найти любого обычного музыканта или преподавателя музыки, которых у нас здесь тысячи, и спросить у него, а что вот это, а вот это как, а вот это. И он нам всё это объяснит. Понимаете? А если вы спросите у него про чёрточки, а он вам ничего объяснить не сможет, вам нужно будет искать преподавателя в ведической культуре, которых раз-два я пчёлся. И в результате вы книжку купили, а потом захлопнули и поставили на полку. Понимаете, да? Вот таковы мои соображения на сей счёт. Продолжение следует...